Проект Литрес Чтец. Владимир Посмыгаев. Элирм 6. Глава 1. Жара. Тяжелое дыхание раскаленной пустыни, сухое, жадное, всепроникающее, высасывающее свежесть и влагу из всего, до чего было в состоянии дотянуться. Невидимые щупальца чудовищного катаклизма, что, подобно лапам изголодавшегося хищника, тянулись с востока на запад и пытались вобрать в себя все вплоть до последней капли. Выпить континент, а затем и саму жизнь, оставляя взамен только камень и пыль. Маскирующееся под спасительными миражами адское пекло, заставляющее тело инстинктивно искать прохладу и угнетающее разум, превращая мысли в кисель из образов. Череду бессвязных заторможенных галлюцинаций, лишь титаническим усилием воли, вновь обретающих логическую структуру и последовательность. Подобная тепловая пытка подавляла, мучила, делала людей вялыми и раздраженными, заставляла экономить не только энергию и силы, но и эмоции, скупая мимика, суровые взгляды, минимум слов, а еще грубости гнев, что делали человека черствым и жестоким, тем, кто готов убивать за незначительные промахи и наказывать, лишая доступа к живительной влаге. В последней неделе Доусон испытывал гнев постоянно и частенько вымещал его на подчиненных, но не сегодня. Сегодня был радостный день, наверное, самый радостный за последние месяцы. И Фаер хотел этой радостью поделиться. С той, что уже давно была для него центром мира, источником вдохновения, веры и любви. Женщина, чья красота с годами не приедалась, а наоборот, делала ученого пародией на влюбленного подростка. Эмоционального, ненасытного, с трепетом ловящего каждое слово и взгляд, но в то же время искренне боящегося, что рано или поздно его счастье кончится. Будет меркнуть и тускнеть, пока не исчезнет совсем, навсегда трансформировавшись в пустоту и одиночество. Ничто не вечно. Профессор это понимал, как и то, что запущенный почти 40 лет назад бумеранг обязательно к нему вернется. Они всегда возвращаются к предателям, что, влекомые похотью, эгоизмом и неосторожностью, больно ранят тех, кто их любит, коверкают чужую жизнь, а затем выбрасывают ее на обочину, словно мусор. Так было с его отцом, что бросил мать. Так будет с ним. Главное, чтобы оно произошло ни сегодня, ни завтра и ни в ближайшую сотню лет. А да? Ученый поднялся по мраморным ступеням, пересек помещение богато украшенного номера и вышел на широкую террасу, переоборудованную им в кабинет. Десятки рабочих столов с покосившимися башнями из древних свитков и книг, нагромождение мягкой мебели и косая брезентовая крыша с очарованием на магию холода. Днем и ночью эта крыша генерировала овивающий террасу прохладный ветерок, что был необходим профессору, как воздух. Только так он мог собрать мысли в кучу и привести расстроенные когнитивные способности в должный вид. Ибо, как показывала практика, жизнь без кондиционера – та еще пытка. И в особенности тогда, когда на улице стоит жара в 50 с лишним градусов. При том, что солнце уже полчаса как скрылось за горизонтом. «Ада, ты тут?» «Да, Эдвард, я здесь». Профессор ласково улыбнулся и двинулся на звук, лавируя промеж многочисленных ящиков с оборудованием, стоек и стеллажей. Ада сидела к нему спиной, в высоком кресле овальной формы, оплетающем ее с двух сторон, словно кокон. «Ты была права», – поспешил поделиться радостью Файер. «Около часа назад наши люди откопали Финдхорн. И мы стали еще на одну ступень ближе к отключению системы. Три артефакта у нас и ни одного у наших противников». «Это превосходная новость. Я рада», – улыбнулась та. Ученый хотел было ответить ей тем же, но вместо этого, обогнув высокое кресло, замер в недоумении. Девушка изменилась, причем радикально. Новая прическа, синяя кожа и бесформенные мешковатые одеяния, полностью скрывающие ее идеальную фигуру под толстыми слоями ткани. Лишь босые ноги с элегантными золотыми браслетами на щиколотках выдавали в ее образе прежнюю аду. Ноги, что даже после многодневных переходов, оставались кристально чистыми и благоухали цветочным ароматом, поблескивая в свете факелов глянцевым лаком. Нежные, теплые, чертовски привлекательные. — Ты изменила внешность? — поинтересовался Фаер. — Тебе не нравится? — Да нет, просто смотрится немного необычно. — Я могу вернуть все, как было, если хочешь. Профессор промолчал. Лишь еще сильнее помрачнел, бросив взгляд на украшающий кисть девушки золотой браслет в виде переплетающихся между собой укрыльев. Откуда у нее эта безделушка? Как именно ада получила милистил? Почему впервые за столько лет она так спонтанно решила сменить прическу и внешность? Почему вот уже на протяжении полутора месяцев она только и делает, что избегает близости с ним? Отворачивается и засыпает, никоим образом не реагируя на его прикосновения. А то и вовсе коротает ночи на террасе, часами вглядываясь в ночное небо. Некоторые из этих вопросов Доусон хотел задать сотню раз, но так и не задал. Боялся услышать правду. В отличие от друзей Эо и шпионов Аполло, Фаер не видел всей картины сражения Вергилия с небесным доминионом. Не видел, как Эо и Ада обнимались, как стояли вблизи Мегалита, как девушка своими словами и поступками возвела между ней и потомком стихиалия холодную неприступную стену. Он не видел ничего, но в то же время сердце не обманешь. Эдвард чувствовал, что-то не так. Подозревал и мучился догадками, рисуя в голове порочащие воображение сцены. Одна хуже другой. — Ты не ответил, — произнесла Ада. — Ну, ученый рассеянно осмотрелся по сторонам и, сделав шаг в сторону, опустился в соседнее кресло. — Это твое тело и тебе решать. Ты мне нравишься. Любой. Независимо от цвета кожи и длины волос. — Правда? А разве я отдавал поводы для сомнений? Доусон наклонился вперед и аккуратно поставил ногу девушке себе на колено. — Что у тебя? — профессор указал на золотистый конверт. — Приглашение. Это от Аполло Керту. — На Диедарниса? — Да. И для тебя тоже. — Как интересно. — Файер задумался, ласково касаясь пальчиков девушки. — В нашу последнюю встречу Дворф обмолвился, что убьет меня, если снова увидит. — То же самое сказала и я. — Тихо ответила Ада. — Ты о чем? Аполло часто меняет решение. Вопреки ожиданиям, девушка проигнорировала вопрос, что стало еще одним болезненным уколом для Эдварда. Как и то, что она от чего-то забрала свою ногу, а затем и вовсе поджала ее под себя. Она что-то скрывала, недоговаривала, держала в тайне. — И ты пойдешь? Чертоги Диедарниса могут хранить в себе не только координаты следующего чуда света, но и сведения о местонахождении одного из артефактов тринадцати, — ответила Ада. — Это возможность, которую нельзя упускать. — Профессор задумался. — Значит, туда отправлюсь и я. — Думаешь, стоит встретиться лицом к лицу с Генри Ллойдом? — Меня интересует не столько Август, сколько тот парень, Эо Овайоми. Я бы хотел познакомиться с ним поближе. — Зачем? — Очередной болезненный укол. Всего на одно краткое мгновение, но девушка напряглась, что для внимательного взгляда ученого не осталось незамеченным. — А в чем дело? Ты против? — Судьба Эо Овайоми меня не интересует, если ты об этом. Лишь впустую потратишь время. И снова ложь, обжигающий токсичный яд, заставляющий сердце биться быстрее и с горечью искать ответ на вопрос «Почему?». И тем не менее, я приму приглашение. Файер откинулся на спинку кресла и перевел взгляд на часы. — Уже поздно. Может, пойдем в кровать? — Ты иди. Я подойду позже. Профессор медленно встал. — Как и всегда. — Что ты имеешь в виду? — удивилась девушка. — А то ты не знаешь. — Нет. Поясни. — Ада, ты избегаешь близости со мной вот уже полтора месяца, с того самого дня, как, вопреки моей просьбе, отправилась в Затолис. Не знаю, что с тобой происходит, но то, что я вижу, ненормально. — Эд, ты ведь сам хотел, чтобы я была человеком. Так и позволь мне побыть настоящей женщиной, а не покладистой секс-куклой. Со своими мыслями и тараканами в голове. Мне просто нужно время, чтобы в себе разобраться. — Я могу помочь. Мы можем вместе все обсудить и найти решение. Для этого вовсе не обязательно от меня закрываться. Нормальный человеческий диалог, понимаешь? — Не надо. Я справлюсь. Вот увидишь. Девушка встала и направилась к выходу. — Ты куда? — Хочу прогуляться. До ночного рынка и обратно. На пару часов. Раз завтра мы сворачиваем лагерь и возвращаемся обратно в Империю, то я бы хотела кое-что прикупить. — Ада, постой! — Фаер шагнул вслед за ней. — Я хочу, чтобы ты ответила на один простой вопрос. — Какой? — Между нами все хорошо? — Как Доусон не пытался, но в этот момент он почувствовал себя жалким, наивным и неуверенным в себе подростком, что стыдливо присмыкается и буквально выторговывает из любимой женщины столь необходимое ему признание. — Почему ты спрашиваешь? Ведь это ты меня создал? И именно ты меня запрограммировал, чтобы я тебя любила, несмотря ни на что? — Сердце ученого вновь сжало раскаленными тисками, ибо из всех мыслимых и немыслимых ответов именно этот, пожалуй, был наихудшим. Тем, что вот уже на протяжении пяти десятилетий терзал его догадками. А что если? Что бы случилось, если бы этого кода не было? Стала бы она для него центром мира? — Отправилась бы на Элирм вслед за ним, навсегда распрощавшись с могуществом Бога. — Я говорил не об этом. — Все хорошо, Эд. Между нами все хорошо. Я просто хочу прогуляться. На последней фразе Ада нежно улыбнулась и вышла за дверь. — Шлюха! — Эдвард Доусон стоял у края парапета и тяжело дышал, заливая полы стены лужами крови. Раздробленный в мясо кулаки с белеющими в лунном свете костяшками пальцев, пара открытых переломов, опаленные лохмотья брезентовой крыши и в дребезги раскуроченное оборудование, превращенное вспышкой ярости в груду дымящегося хлама. Досталось и овальному креслу, как и самим каменным стенам, что были оплавлены и потекли, напоминая застывшую лаву. Про книги и свитки и говорить не стоит. Те были обращены в кучки пепла еще в самом начале. — Холодная, бессердечная шлюха! — повторил профессор. Он думал, что остался один, наедине со своей болью и гневом. Оттого и дал волю раздирающим изнутри чувствам, пока не услышал хруст битого стекла и звуки приближающихся шагов. — Признаю, Эдвард, ты меня удивил, — мягко произнес Окрус. — Сто одиннадцать лет, но ты так и не утратил человеческих качеств. Скорее наоборот, эмоции и гормоны бурлят в тебе, как в молодом мужчине. — Сейчас не самое подходящее время для разговоров. — Именно поэтому я и здесь? — Зачем? — Долг дружбы. Если одному из нас плохо, то второй просто обязан прийти другому на помощь. Разве не так? — И что ты предлагаешь? — Поговорить. По душам. Мне не нужны разговоры. — А что? — Я хочу взять паузу. На пару лет. — Ты же знаешь, что это невозможно. Процесс уже запущен, и, к сожалению, обратного пути нет. Окрус прошел прямо сквозь парапет, а затем уселся на него сверху, вглядываясь в мерцающие огни городской цитадели. — Я не смогу нормально работать, зная, что моя жизнь от меня ускользает. Профессор выдержал минутную паузу. — Жена ушла от меня. Лучший друг меня презирает. Любимая женщина с каждым днем все отдаляется, превращаясь в бессердечную пародию на снежную королеву. И даже ты постоянно что-то скрываешь и утаиваешь, будто бы ведешь двойную игру. Элли приняла единственно верное решение. Генри сделал свой выбор в пользу того, что считает правильным. А ада просто-напросто немного запуталась. Что до меня, то я всегда был и остаюсь на твоей стороне. — Запуталась, — повторил Доусон. — Ее замешательство сводит меня с ума. — Не так страшно потерять человека, как из-за человека потерять себя. Окрус задумчиво поднял глаза к звездному небу. Не стоит искать счастье в других, ведь оно не в них, а в свободе быть собой и на своем месте. — Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!